Аукцион отыгран, контракт заключён. Вот уже практически месяц в Копейске работает новая организация – городская служба отлова. Это специализированное учреждение, в функции которого помимо отлова входит и содержание бродячих животных. В содержание входит 10 дней карантина. Это за животными после того, как они поступают сюда в пункт передержки. За ними наблюдаются, смотрят, есть у них какие-то болезни или нет. После 10 дней карантина им проводят вакцинацию от бешенства. И все, которые ещё от их задания предусмотрены, то есть антигельмитная обработка от других болезней, которые общие для человека и животных являются. После этого смотрят на возраст животного. То есть если оно подлежит стерилизации, проводится стерилизация. Очень много заявок поступило. Нам городская служба заказчика передала порядка 200 заявок. То есть попадаются заявки, которые люди 2 месяца назад оставляли, то есть 3 месяца. То есть вот сейчас налажена работа, потому что и те заявки, которые находятся на контроле у надзорных органов, это прокуратура, полиция и через диспетчер, то есть те люди, у которых, допустим, было нападение. То есть они обрабатываются в первую очередь, ну и, соответственно, детские учреждения, школы, детские сады. То есть и поэтому мы стараемся туда выезжать как можно быстрее. Для выполнения условий контракта служба построила специализированную площадку – пункт передержки с вольерами и подсобными помещениями. Первый ряд уже заселён. Сейчас активно идут работы на следующем этапе стройки. Здесь будет порядка 40-50 вольеров, то есть рассчитано в среднем, если животные не сильно крупные, то есть по 3, где-то в районе 150-200 животных может вот этот положенный срок находиться. Значит, вторым этапом будет строительство отдельных вольеров, которые будут именно для передачи гражданам. А здесь будет именно карантинный изолятор. Здесь будут животные находиться те, которые под наблюдением, то есть которые проходят лечение. Сзади меня вы можете видеть, здесь будет организован под видом ветеринарного пункта, в котором будут проходить первые клинические осмотры и проводиться медицинские операции в плане стерилизации. Уже сейчас в приюте живут 44 собаки. Все они были отловлены в городе. Возраст животных примерно от двух месяцев до трёх лет. Для всех созданы хорошие условия содержания. С утра приходим, сразу кушать готовим, всё это, что было. Потом они покушали, сразу идёт уборка следом. Всё, уборка сделана. Проверяют, чтобы у всех была вода налита. Смотришь за этим каждый день, несколько раз в день, чтобы была вода всегда у них. И всё, вечером то же самое. Уборка, кормёжка и вода. И всё, чтобы все были на месте и целые, невредимые. В планах у службы не только строительство дополнительных вольеров, но и организация передачи животных. По окончании минимального срока содержания – 35 дней – собаку или кошку можно будет забрать в дом. Но всем, кто захочет это сделать, нужно будет подготовить необходимые документы и зарегистрироваться в единой электронной системе. Это поможет отслеживать дальнейшую судьбу животного. Субтитры создавал DimaTorzok